ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во второй половине дня центр принял своего первого пациента. Сегодня, год спустя, здесь вылечили около 14 тысяч человек. Среди тех, кто у нас лечился, это были пациенты с 3-й и 4-й степенью поражения паранхимолегких на КТ. В основном где-то около 70% таких тяжелых пациентов, страдающих сопутствующей патологией, сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью и шимической болезнью сердца, которые утяжеляли течение данного заболевания. Рабочий день Марии Анатольевны начинается в половине восьмого утра с обзвона отделений. В 8.15 – планерка с дежурными сменой и зав. отделениями. Решение текущих задач, обсуждение планов и подведение итогов. После общих вопросов – консилиумы по сложным пациентам. Затем работа с бухгалтерией, отделом кадров, обходы по отделениям в красной зоне и реанимации, посещение объектов хозяйственной части и пищеблока для контроля соблюдения технологии приготовления пищи. Рабочий день обычно заканчивается около 7-8 вечера, однако работа продолжается на телефоне. Необходимо решать экстренные задачи со скорой помощью, отделом госпитализации, руководством. При этом в напряженном режиме трудятся и остальные сотрудники клинического центра. Сотрудники работают в круглосуточном режиме. Необходимо на этой работе иметь железные нервы, выдержку и терпение, потому что наша работа требует огромных усилий для выполнения поставленных ситуаций, эпидемиологической задачи, для того, чтобы спустить как можно больше пациентов. Это мое, да. Если бы это не было мое, я бы и 5 лет не протянул бакламина, потому что это интенсивность, это тяжесть, и все реаниматологи меньше чем 1,5-2 ставки не работают. То есть это и ответственность, и длительность, и время, и нагрузки, и все это слабо и у нас уходит. Одно из важных и необходимых для коронавирусной больницы отделений – реанимационное. Оно рассчитано на 35 койко-мест. За год через него прошли более 2000 больных. Отделение оснащено лучшим в стране оборудованием. Работают там и первоклассные специалисты. А между тем год назад отделение открывалось с нуля. Ранее реанимации в больнице не было. Новый организм, новорожденный был. Ну, по-первых, привыкали к другу, срабатывались. Ну, все профессионалы с хорошей точки зрения, скажем так, с большой буквы. Поэтому быстро сработались, некогда срабатываться, когда идет поток круглосуточный, поток тяжелых больных, возрастных. В четвертом инфекционном отделении работает слаженная команда из восьми врачей. До пандемии это отделение было пульмонологическим. После перепрофилировались. Теперь специалисты стали инфекционистами-пульмонологами. У нас сформировалась такая крепкая команда и уже с опытом пришли врачи разных специальностей. И, в общем-то, мы как-то так организовались. И я думаю, что у нас хорошие успехи. У нас очень большой процент выписки. Летальность в нашем отделении прям единичная. Поэтому, я думаю, мы очень хорошо, в общем-то, работаем. Во втором инфекционном отделении лежат в основном люди старшего поколения, после реанимации или с отрицательной динамикой. Есть и молодые, но с большим букетом сопутствующих заболеваний. Подход в лечении ко всем индивидуальный. И восстановительный процесс у таких больных при выписке проходит несколько дольше. На 100% нельзя сказать, что люди выздоровели, потому что процесс реабилитации еще идет и на поликлиническом этапе. Мы, как сказать, острый период снимаем, а дальше уже реабилитация длительная, по месяцам, по несколько месяцев. Клинический центр состоит из двух корпусов. В первом трехэтажном находятся тяжелобольные пациенты из реанимации первого и второго инфекционных отделений. Второй корпус – семиэтажный. Здесь лечат менее сложных больных. Всего в центре семь отделений. Год назад для приема инфицированных больных подготовили 551 койку, но временами принимали и больше пациентов. Сейчас койка мест 511. И то занято не все, ведь зараженных стало меньше. 40 койек на перспективу планируется для отделения реабилитации, которые мы планируем открыть после завершения процесса лицензирования. Надеемся, что наши больные в дальнейшем смогут получить помощь по реабилитации в наших стенах, и что позволит им до конца поправиться. С ними будут работать специалисты ЛФК, массажа, физиотерапевты, что позволит до конца победить им болезнь. Помощь больнице и врачам оказывала администрация Одинцовского округа. Муниципальные депутаты, волонтеры, предприниматели привозили воду для пациентов, горячее питание медикам, оргтехнику и рации для общения врачей между этажами и двумя корпусами в красной зоне. А летом прошлого года губернатор Подмосковья вручил награды 16 медикам центра, проявившим себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня клинический центр полностью оснащен всем необходимым. Есть нужные медикаменты, а главное, здесь работают первоклассные врачи, настоящие профессионалы, фанаты своего дела. Выражаю слова признательности за работу в таких тяжелых, неимоверных условиях к своему родному коллективу. Каждому сотруднику желаю терпения, крепкого здоровья, счастья и побольше тепла близких, побольше, почаще бывать дома. Будьте здоровы, дорогие мои! Субтитры создавал DimaTorzok